С вами по-прежнему утро дома. Цель дня борьбы с онкологией привлечь внимание к проблеме и способствовать ее решению, ведь онкология одна из основных причин смертности в мире. Во Всемирный день борьбы против рака поговорим на эту, увы, актуальную тему с профессионалом. Сегодня в нашей студии детский онколог, онгохирург, президент благотворительного фонда педиатры против рака Вадим Кобысь. Я пойду встречу нашего гостя. Доброе утро, Вадим. Здравствуйте. Доброе утро. Проходите, пожалуйста. Доброе утро. Присаживайтесь. Какой интеллигентный гость? Я даже не знаю, что на это сказать. Я не пучу. Я говорю, какой интеллигентный гость? Работа у нас такая. Вадим, будем говорить с вами на непростую тему. И с самого начала хочется такой вопрос вам задать. Почему люди болеют раком? Это такая серьезная проблема. Захворювание, рак. Он бывает как у детей, так и у дорослых. Причины рака у детей и у дорослых совсем разные. Если взять детей, это в основном неправильная закладка органов. И с самого народа залишаются незрелые тканины, которые потом с часом становятся злоякестными. То есть, если взять основные нозологии, пухлини головного мозга, пухлини нирок, рак крови у детей, то это все неправильные закладки, которые потом с часом реализуются. Если взять дорослых, то это действительно рак, то это пухлини, которые выходят из эпителляльных тканин. И это уже набутые заболевания. Основная причина может быть как генетичная, которая закладывается, так и реализация во время жизни. То есть, внешние факторы, это так называемые канцерогени, это наше неправильное харчевание, это всякие барники, консерванти, то, что люди споживают. Алкоголь, курение, это все речи таки, нібито, простые, тривиальные, но, на самом деле, если пойти до нас в онкоцентр, в отделение, где лекуются пациенты, и провести с ними беседу, люди, почему вы заболели, то действительно это все стает явным. То есть, курильщики, рак легень, алкоголь, это рак шлунка, языка, стравоходу, это все речи науково доведені, и те, что они звучат в эфирах, в информации, то это на самом деле. И остальное, это рекомендации ВОЗ, сонячная инсуляция, тобто, едут все за кордон, отримают великую дозу инсуляции, але вона дуже небезпечна, так что, це також, крім здоровья, може бути и шкода. Так, Вадим, скажите, пожалуйста, существует ли какая-то профилактика, можно ли как-то предупредить там здоровый образ жизни, закаливание, вот что можно? Вадим, суттєво, вот сегодня день борьбы с раком, и для того и должна идти информация сегодня, как заболеть. Да. Наука говорит, что 42% можно заболеть раку, это очень большие цифры. Так, это правильное харчувание, это нормальный режим праці и отдыха, это те простые вещи, которые нас учили все жизнь, и которых нужно поддерживать. Потому что, когда человек плохо спит, центральная нервовая система не отдыхает. Потому что, когда человек начинает начать с головы, все проблемы, рушаются и гуморальные, и все процессы, которые в людини, сон, вот вам самое первое. Ну, и потом, то, что мы едем, то, что мы пьем, чем дихаем, это все вещи абсолютно простые и очень важные. Чтобы вы знали, каждый год, количество раку увеличивается на 0,8-1% у взрослых. У детей трое не так, потому что они все-таки мают больше вроджене цей вады, которые закладываются генетично. А чего увеличивается? Потому что эти все накопичиваются, эти все канцерогены, все накопичиваются. Сказать консерванты, то, что я сказал, супермаркеты, им вигидно, чтобы продукты долго зберегались. У нас нет времени, чтобы приготовить нормальную страву. Мы идем, мы думаем, верим, что все нормально, но довести, что консерванты и барники являются канцерогенами, очень важко. Но мы видим, что увеличивается заболеванность на рак. Да, люди стали довше жить, и, как я говорю, чем довше человек живет, тем больше вероятность рака. Да, то есть мы, в принципе, если бы все было идеально, мы бы должны были все померти от рака. Такая природа, то есть иммунология, онкологический иммунитет, он с часом падает. Мы стареем, и в том числе иммунитет, и вылазят раки. Поэтому проблема рака очень серьезная, нею нужно заниматься на серьезном уровне. И тогда эта тихая война, когда у нас щоречно умирает 70 тысяч хворых от рака, это колоссальная война. Вадим, мы сегодня с психологом уже общались на эту тему и говорили о том, что для многих диагноз родственника означает конец. Многие не верят в хороший исход. При этом врачи утверждают, что ранняя диагностика способна все-таки предотвратить плохие последствия. Как понять, по каким симптомам можно понять, что стоит срочно идти к врачу для того, чтобы спасти себе жизнь? Ну, я працюю в дорослой онкологии, в дитячей. И это две великые разницы, как говорят в Одессе. Так вот, три года назад в онкоцентре, в Киевском онкоцентре, мы проводили День открытых дверей. Пришли люди, это была субота, пришло очень много людей. Вошли все специалисты, работала техника. И 10% у тех, кто пришел, мы виявили рак. 10%! А что это значит? Это значит, что раки у дорослих ростут очень повильно. И если ты будешь проводить их диспансеризацию и обстежение, раз в год хотя бы, то мы будем виявляти раки на ранних стадиях. Потому что рак легені росте 5 лет, и можно его, когда он еще не распространяется, его можно выдалить, сделать резекцию легені, и человек будет дальше жить все життя. У детей, у детей очень бурхливый рост пухлин, колоссально. Тобто, ты голку в мешку не утаешь. Тобто, воно росте очень бурхливо, буквально за неделю, за две недели у детей онкология виростает колоссально. Симптомы нарастают лавиною. Тобто, и просто треба батькам звертати на увагу, питати у дитины, что ей болит, что ей турбует. То есть, батьки за это отвечают. Тому диспансеризация у дорослих и отношение важное до детей, вот две великые разницы. Это две совсем разные заболевания, если что сказать. Вадим, появляются ли сейчас препараты, которые способны бороться с этой проблемой, с этой болезнью? Да, мы сегодня рассказывали о вакцине, против ракотрудий. Технологии развиваются, вакцины появляются. То есть, есть какие-то препараты? Есть ли надежда? Да. Технологии развиваются. Это дуже дороговартесні технологии. Вони вивчаются. Найбагачі компания фармакцифтичні в світі – це ті, які виробляють онкологичні препараты. Но рух вперед очень повильный в науке. Дуже повильный. То есть, для нас 1-2% покращений результатов – это уже результат. То есть, основные препараты, которые мы сейчас лечим о наших хворих, мы говорим про химиотерапию, они были созданы в 90-х годах минулого столетия. Это гранди, на которых большая часть вилековывается. Просто технологии и, скажем, операции покращаются, методология проведения цей химиотерапии, терапия супроводу – это все удосконаливается. И, конечно, это накапывает, накапывает эти процедуры. Новые препараты – они надзвичайно дорогие. Те, которые разработаются и тратят большие деньги, чтобы их разработать. Но найти те новые препараты, которые были эффективными, их можно пораховать по пальцам. Поэтому, да, они есть, они очень дорогие. И, в частности, государство не может их купить. И, в том числе, и для наших детей. Ну, я думаю, что все равно с часом покращаются результаты, каждый раз покращаются. Тому рак не вырак. Это уже люди понимают в нашем суспільстве. Хорошо. А вот такие вещи, как вакцина, чтобы вообще предотвратить даже заболевание? Неужели лечить существующее, а даже не заболеть? Возможно ли это хотя бы в каком-то там обозримом будущем? Ну, вакцины существуют для профилактики раку печеньки. Это прививка против гепатита B. Я скажу, вона, певно, мает значение. Певно. Но если сравнивать другие способи захворять раком, то неправильное хранение, забегание хронических инфекций. Да, есть. Профилактика рака шейки матки, прививка против папиллома вируса. Також, если попадешь. Потому что очень много штаммов папиллома вируса не всегда принимаешь. Ну, идет такая работа. Идет. Она накопичивается, и потом она даст свой покращенный результат. Вы верите, что мы застанем те волшебные таблетки, прививки, от которых раз укололся, раз принял, и все, и забыл об этом? Это возможно? Я думаю, что не так все просто. Найближчим часом, думаю, мы не доживем до таких высоких технологий. Но в первую очередь, дело в нас самих. Треба быть здоровым. То есть имеет смысл начинать с себя. Вести здоровый образ жизни, высыпаться, как-то стараться быть постоянно в покое, не нервничать, не переживать, отказаться от вредных привычек. Заниматься спортом. Спортом, над Лешковой, ага. Ну, мы все тут забрались. Стройные, как раз, для профилактики раков. Хорошо, спасибо вам огромное, что поделились с нами этой информацией. На самом деле, это безумно важно доносить до людей, чтобы они не оставались в неведении, действительно занимались собой, или вовремя предотвращали какие-то нежелательные вещи. Мы обратились до специалистов, онкологов. Не треба бояться, такие же самые люди, как и все лекарства, которые всегда хотят помочь. Итак, у нас сегодня в гостях был специалист данной области Вадим Кобысь. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам ранним утром. Немножко недоспали, наверное, но пришли. Спасибо вам большое, тема очень важна. Я вас проведу. Пойдемте. Доброе утро. Всего доброго. Спасибо. Эфир «Утро дома» продолжается. С вами по-прежнему Анастасия Косилова и Константин Октябрьский. Доброе утро.